Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова я, Сергей Куликов, и это сайт фокуса от моряка. В этом видео нас ожидает очередной обзор очередной клёвой колоды. Прежде чем мы сделаем этот обзор, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика Егора, который предоставил эту колоду для обзора. Егор, если ты сможешь этот обзор, отдельно тебе спасибо. Ну, а сама колода называется Absent. Вот колода от компании Иллюзионист, вот именно её мы с вами и будем сейчас разбирать. Ну что же, дорогие мои подписчики, давайте посмотрим, что за дьявольское зелье сейчас находится у меня в руках. Колода Absent. Колода, которая была выпущена ограниченным изданием, и вообще она изначально шла как серия колод, посвященных сухому закону в США 20-х годов. Итак, что такое вообще Absent? Если кто не знает, Absent это такой очень сильный алкогольный напиток, который вызывает галлюцинации и что-то там ещё. Я как бы алкоголь почти не пью, поэтому я, честно, даже никогда не пробовал этот Absent. Поэтому не знаю, что конкретно он даёт, знаю, что по рассказам некоторых людей, что именно он вызывает. Но судя по тому, что этот Absent употребляли очень известные люди, то есть такие творческие личности, как Пикассо, Ван Гог, Эмингуэй, Оскар Туайлд. То есть все они были друзьями зелёного змея и были не против пригубить этого чудесненького зелёненького напиточка. Ну, наверное, всё-таки он какой-то эффект имеет отличный от обычного алкоголя, раз он так пользуется популярностью. Итак, колода Absent. Колода очень редкая, колода престижная. Выполнена она очень качественно, очень профессионально. И даже когда держишь её в руках, появляется какое-то, знаете, такое ощущение мистицизма такое небольшое. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас вообще изображено на лицевой стороне коробки. То есть коробка у нас выполнена в таком чёрном цвете с серебристыми надписями. Здесь, если присмотреться, то сразу в глаза бросается надпись Absent, надпись Trademark, то есть торговая марка. И здесь вот надпись такая по-английски. There is a different world waiting to be discovered. It's only a sip away. Ну, примерно это переводится как это другой мир, ждущий открытия. Типа, ну, и вроде как стоит сделать лишь глоток, или сделай лишь глоток, или это всего лишь глоток, что-то такое, в общем. Здесь вот надпись Premium Playing Cards, то есть игральные карты премиум-класса. И здесь такая вот изображена зелёная фея, которая часто ассоциируется с Absent, да, но здесь она пока что не зелёная, просто нарисована. Написано «Product of your imagination», то есть продукт твоего воображения. Вот такая вот колода Absent, коробочка, по крайней мере, от неё. Здесь вот мы видим надпись «The Illusionist Playing Card Company». Здесь надпись «There to indulge». Что-то такое. Ну, переводится как «Осмелься заняться», что ли, или «Осмелятся заниматься». И здесь вот сзади такое вот изображение, то самое изображение, которое присутствует на рубашке этой колоде. Ну, здесь снизу надпись «Prohibition». Это как раз та самая серия, по-моему, так именно и называлась серия, которая выпускала карты, посвящённые сухому закону 1920 года США. Ну что же, давайте откроем коробчонку и взглянем на картишки. Коробчонка внутри тоже чёрная. Итак, значит, что у нас здесь идёт первым делом? Первым делом, как обычно, идут рекламные карты от компании «Иллюзионист». Вот здесь рубашечка такая от «Artefise», по-моему. Не знаю, какая-то. Ну, таких колод у меня не было. Так, и здесь вот такая карта, где написано «Рецепт от абсента». То есть, какие нужны ингредиенты, в какой последовательности смешивать и так далее. Такс. Далее, как обычно, у нас идут «Джокеры» и «Туспик». «Джокеры» — это изображение вот такого вот автомата по наливанию абсента. То есть, мы видим, да, здесь надпись «Джокер», надпись «Абсент», нарисован сам автомат, сосуд, куда наливается, значит, наш абсент. И здесь вот это изображение так немножечко размазано. То есть, если взять, допустим, потрясти его, потрясти, 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 и он так остается трясущимся, немножечко таким размазанным. Вот такие вот два «Джокера» в этой колоде. «Туспик». «Туспик», подождите внимание, «Туспик» нарисован очень прикольно. То есть, изображение таких вот растений, которые переплетаются, цветочков всяких. Ну, в общем, «Туспик» прорисован качественно. Собственно, компания «Иллюзионист» никогда не скупилась на качественную прорисовку пиковых тузов. В этой колоде «Туспик» тоже очень-очень достойный. Обратите внимание, что колода вообще выполнена в таких черных цветах с множеством таких мелких беленьких точечек. И сами надписи мастей и индексы тоже выполнены белым цветом. Вот так вот выглядит у нас рубашка. То есть, здесь просто офигенно прорисованная рубашка. Здесь изображение пирамиды с глазом, надпись «Буква А». Здесь вот мы можем видеть вот этих вот фей, сидящих по углам. В общем, рубашечка очень такая клевая. Прямо для крапа то, что надо. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на саму колоду. Так, вот таким вот образом выглядят у нас пиковые масти. То есть, индексы чуть-чуть изменены по отношению со стандартными, да, привычными нам уже. Вот таким вот образом прорисованы все валеты в колоде «Апсент». То есть, пиковые валеты, да, здесь, ну, черные вообще валеты, крестовые, пиковые, они прорисованы именно таким серым цветом. Те валеты, которые обычно красные, да, это черви и буби, они прорисованы зеленым цветом. Вот здесь вот изображена дамочка, которая тоже не против пригубить «Апсента». и обратите внимание, как он распространяется по ее организму. То есть, если прям приглядеться, не знаю, камера сейчас покажет, нет, то видно, как вот она выпивает зелье, и вот эта вот наша феечка полетела в мозг и погнала по всему организму. Вот такой вот дьявольский напиток. То же самое, вот таким вот образом изображены все короли. То есть, разница лишь только в цветах. То есть, вот он сидит, король, плеснул себе зеленого напиточку, закурил дивную папироску и наслаждается хорошим чудным вечером после тяжелого трудового дня. Вот такой вот у нас король. Такой, когда я первый раз его увидел, мне он почему-то показался завсегдатаем ирландского паба. Какой-то бородатый чувак такой в цилиндре и так далее. Вот таким вот образом выглядят зеленые цвета. То есть, те масти, которые у нас обычно красные, это пики и буби, в колоде «Апсента» они прорисованы зеленым цветом. То есть, вот таким вот образом. Обратите внимание, изображение валетов такое же. Здесь вот, кстати, когда он зеленым цветом прорисован, можно получше разглядеть все. То есть, вот он сидит, о чем-то задумался. Как я понимаю, у него сигаретка здесь в руке дымит. Беломор-канальчик, наверное. Вот. В руках он сжимает заветный сосуд с содержимым зеленым. И здесь вот, опять же, внутри эта зеленая фейка по нему гоняет и вызывает, наверное, какие-нибудь зрительные, слуховые галлюцинации. Мне кажется, валету кажется, что он летает на вертолете над джунглями и стреляет в носорогов с пулемета. И так, вот такая же дамочка здесь. В общем, все то же самое. Король точно такой же. Ничего здесь как бы не изменено. Крестовые масти. Крестовые валету. То есть, этому валету уже вообще очень хорошо, наверное, тут даже и не рассматривается толком никак. Крестовая дама. Обратите внимание, то же самое изображение. Король то же самое изображение. И бубновые масти. Тоже вот такие вот. То есть, валетишка. Поникшая. Дамочка. И король. Вот так вот выглядит колода Апсент. Карты классные, хочу сказать сразу. Работать с ними очень приятно. В плане жесткости. Они такие в меру жесткие. Я бы не сказал, что они прям мягенькие. Но контролируются они хорошо. Контролируются они хорошо. Работать с ними прям приятно. Ну, собственно, компания Иллюзионист как бы и славится тем, что выпускает нормальные карты, да. На обзоры к нам, как правило, всякая фигня не попадает, поэтому снимаем мы хорошие картишки. И Апсент такая вот колода, которая действительно выделяется из общего ряда колод, хотя бы тем, что здесь множество зеленого цвета. Непривычное такое нам всем, да. Мы все привыкли к красным цветам. Ну, а здесь такая вот необычная тематика. Немножечко отдает мистицизмам. И вот этим вот как раз зеленым напитком Апсентом. Ну, что ж, друзья, на этом наш обзор заканчивается. Кому интересны эти карты, ссылку в проверенных магазинах я, как обычно, в описании ролика оставлю. То есть, кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите, покупайте. Колода редкая, так что спешите, потому что, возможно, их в скорых продажах вообще не будет. Ну, что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока.